Вы достаточно оружия, чтобы избежать захвата Киева, и какие вы гарантии готовы отдать... Нет, нет, наверное, достаточности в оружии, я не хотел бы даже об этом говорить, дело не в наращивании оружия, их в десятки раз больше. Но они на нашей земле в десятки раз меньше каждого из нас. Поэтому дело не в количестве этих людей, которые к нам приходят, а дело в их цели. Наша цель – защита и свобода. Вообще больше нет ценности, потому что наши дети – это наша свобода. Все, что останется после меня, что останется после меня, мои дети, хочу, чтобы они были живы. Все, я больше ничего не хочу, я просто этого желаю всем. А их цель – просто поставить на колени народ, нацию, многонациональную, в которой люди, вне зависимости ни от чего, ни от корней своих, ни от языка, на котором говорят, Вообще люди чувствуют себя равными, мы строим это общество, мы только начали его строить, но мы всегда были такими. У нас объединена сегодня нация, и в этом страх России сегодня, что эта страна объединена, что у нас нету больше власти и народа. У нас есть только одно – мы все народная власть, мы все одна страна. И это страшно, потому что в этой цельности все, в этой цельности мы себя хотим защищать. Ну вот, а они хотят просто разбить это. Приготовить гарантии какие-то, да, то что было? Гарантии для чего? Мы не нападаем на Россию, не собираемся на нее нападать. Гарантии что? Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет. Что я должен сказать? Кому я должен что-то дать? Вы понимаете? Дело в том, что это же тоже информационная бомба, про которую все говорят. Что отдать? Господи, что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Ты хочешь сейчас уйти? Сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шульцем и так далее, как их принимают. Я же сосед. Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной. Поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем. Мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли. Поговори. Поговори. Поговори.